всем доброй ночи дорогие мои ну вот сегодня у меня вечером хорошие вести отличные даже у меня мясо кончалось вот осталось курятина и индюшка вот думаю сегодня надо пойти мясо купить и дверь стучат смотрю мой бывший сосед студент стоит с огромным пакетом вот это говорят мои родители вам передали мясо килограмм 5 хорошего суперского вам год отправили и огромный пакет помидоров не забывает молодой так что местная проблема сегодня решена ну что это самое я в интересный чем веселый расскажу какой-нибудь что такое как я первый раз когда я первый раз попал за границу вообще вы сами знаете что мы советские люди только могли за границу этого афганистан это мужики когда война была все все вот ограниченный контингент советских войск в афганистане остальные страны были очень это мы выезжали только страны соцлагеря я доскоро помню были путевки югославия была по моему чехословакия была болгария была вот венгрия была другие страны вообще было это только для выбран это избрана было и вот первый раз я после распада и сосед 97 году вылетел дубай дубай вылетел скажу вам сразу это было где-то конец мая я вот каракумов вырос да сам жаре до жара там пекла тоже 50 градусов даже больше бывает но когда я ну еще самолет остановился по такой трубе шли в аэропорт там прохладно все все и ночью мы прилетели и вот самолета надо было короче нам дойти до микроавтобуса чтобы нас он дубай повез и вот этот промежуток времени когда я вышел это ночь мне как будто по лицу вот так вот как будто печка и это ночью представляете печка такой жар елки по что это здесь такая погода микроавтобус летел быстро сто я не знаю уже очень больших скоростях и так и дороги шикарные вот быстро мы приехали в общем в отель у меня в номере попался тоже туркмен мужик такой ему уже был мой как часть мне так он оказался занимался бизнесом вез возил вот это курина карачка вообще самолеты со мной летели все бизнесмен такие челночники такие кто-то именно специализировался на игрушка кто-то на часах кто-то на видеомагнитофон в общем каждого свой короче это там и вот короче мы с ним попали в один номер хороший такой номер ну конечно без завтрака без ничего мы приехали заселились переночевали но ресепшен ресепшен нас сразу предупредил что сюда как могут прийти ваши соотечественники вот предлагают всякие услуги отказываетесь или много это гад ваш права мы вас предупреждаем очень это самое и он был прав утром когда я уже вышел с отеля этот мужик то поехал и со своими курами вот это ляжками а я решил погулять это и папа завтрак иду ресепшены сидят человек 45 наших то ли таджики ребят то ли узбеки продукт здравствуйте чем интересуетесь что вы зачем мы приехал все вы хотите мы вам поможем туда-сюда я ничего мне надо ребята я приехал просто отдохнуть я говорю ничего не хочу покупать мои сразу от меня стали все нормально я вот пошел по городу жара это невозможно пекло для меня это было вообще дико первый раз такой и я когда увидел обилие этих видеомагнитофонов которые нас стоили огромных денег тогда всякой всячины там надо вагон денег с собой вести мне было где-то 3-4 тысячи долларов с собой в общем я первый день но я-то приехал на пять дней и как говорится это но я первый день решил сразу затариться это видеомагнитофонами 4 что по-моему я купил это видеомагнитофонов по 80 долларов и там торговался сразу я удивился что они торгуются моментом быстро 100 долларов говорили я вот так это сам они уже до 80 дошли вот вот он это самое я хочу уже забрать и тяжелого нет ничего не надо выиграть каком отеле визитка оставьте идите для меня это было вообще дико как оставить то что купили уходи в ответ оказывается доставщик индус приносит все и принес действительно постучал в оговоренное время все как положено в общем посмотрели а я бы были вот живут живет вот магазине это маркет и первая для меня это такое обилие это было вообще ходили удивлялся ходили удивлялся мать и вот я хочу хочу сказать тут первые мои впечатления тогда был болен я говорю и тогда мне раз когда я увидел дороги а когда еще я вы мне показали машине стоят какое-то место проезжали на друг друге стоят машины с парами со всеми делами которые у нас есть это считаю как кладбище машины как утилизацию вот я говорю елки и дешевизна машин большинство были праворульки вот и там действительно люди работали вот это бизнес это кто-то на двигателях тут двигателя снимали и контейнера и отправляли кто-то на колесах кто-то еще на чем-то общем машин было полно и что самое главное все хорошие машины все хорошему я там не видел ни одного гнилой машин какой-нибудь такой старый дороги елки-палки да действительно вот это было первое впечатление за границей и когда 2007 году уже летели в это фуджере фуджере мы были и как говорится там уже совсем другой был там уже 7 разом питанием 7 раз по моему нас кормили если не бог я не знаю вот утром обед под обедом в это ведь общем короче кормили конкретно это было вообще это и вода такая песок жарко вот тоже на рынок пошел а там на рынке короче шелковый ковер продавали ружь такой шелковый ковер он сказал короче это говорит 1000 долларов я просто отказался и иду а он за мной идет и скидывает цену в общем пока до ворот я дошел до ворот я дошел до 100 долларов дошел я даже с ними не говорю ничего и не взяли а зря кассы в москву когда прилетел в москве это ковры кассы там люди были 1000 2000 долларов минимум продают и самолеты было короче у нас вообще это в этом вот идите free набрали вот это спиртное и короче все выпекли и еще пока самолет только воздухе уже только-только это и там такое началось там короче и женщине мужики все короче ты и вот и уже самолет буча поднялась такая это был 2007 год и этот стюардесса вышла и сказала что мы сейчас летим над ираном на тиграна если вы не успокоитесь мы короче сажаем самолет тегеране короче и вы будто отвечать по полной сразу тишина моментом тишина такая потом и когда уже откуда не знает я не знаю еще чуть-чуть ура вытром над россией опять это буча началась уже домодедово приземлились два часа ночи ваш домодедово приземлились сразу уазики подъехали вот их забрали короче который дебоширы всех что мне было удивительно два часа ночи вот этого я еще хожу гуляю вот это которых забрали их отпустили они уже ходили по аэропорту это самое никакой я не знаю наказали не наказали но они свободные были ой блин потом я говорю ёлка зачем это дютифри продают то вот это все блин они прямо я когда увидел как они сидят вот и набрали это виски миски чего-то и прям вот так аж а потом глаза вот такие друг другом короче это было два раза вот это дубаях нет три раза три раза вот дубаях я вот один раз у меня вот приключенческий такой был я не только я молился богу аллаху чтобы хорошо приземлиться но некоторые иностранцы тоже забились короче они сидят на это все смотрят это было нечто просто такое у меня это было впечатление за границей первый раз это и вот когда дубай летел тоже самое год болеет вот приключения были вы с вылетами да все должно быть первый раз первый раз все интересно но вот когда я посмотрел как арабы живу как все хорошо там столько магазинов столько всего добра и тогда дешево было кстати очень много дешево было сейчас говорят все подорожало там тоже но тогда все было дешево там блин еда и все короче я кафешку зашел там короче один доллар был около трех пергаму что лет вот это их не около три два с половиной три вот так было и за это можно было короче за 5 дирхам за 6 дирхам можно было покушать солей за полторы доллара а вот так вот вот такой моя первая поездка объединенный арабский эмират я был дубаях абу-даби фуджери и шарджи до шарджи тоже четырех местах но всем спокойной ночи пока